В формате диалога с депутатами федерального и областного парламентов лобнинские предприниматели высказали свои предложения по развитию города и области. На встрече побывала Лариса Панина. Лобнинское бизнес-сообщество всегда отличалось социальной ориентированностью. Предприниматели – участники всех социальных программ, направленных на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, летнего отдыха детей, малообеспеченных и многодетных семей и других категорий населения. Они участвуют в преобразованиях, происходящих в городе, его обустройстве, в поддержке бюджетной сферы, здравоохранения, образования, культура, спорт. Они наполняют доходную часть бюджета. Сегодня его величина – более 2,5 миллиардов рублей. Так представил глава города Николай Гречишников, лобнинских предпринимателей, депутату Государственной думы Ирине Родниной и заместителю председателя Московской областной думы Никите Чаплину. Говоря о депутатах, Николай Николаевич подчеркнул, что с такой командой легко выходить на аудиторию. Это люди, которые известны делами, а не обещаниями. Когда люди профессионалы, они профессионалы во всем. Поэтому те же разговоры, которые у нас состоялись по спортивной тематике, он четко повторяет и сейчас. То есть видно, что люди понимают те цели, для чего они куда идут. Это самое главное. Поэтому я подтверждаю свое желание о том, что нужно их выбирать, что это те люди, именно достойные люди, которые будут с достоинством нести честь нашего города и представлять наш город в столь высоких парламентах. Участники встречи обсудили вопросы, которые курируют Ирина Роднина и Никита Чаплин в рамках своей сегодняшней деятельности в Государственной и областной думах. Так Ирина Константиновна рассказала присутствующим о реализации проекта школьной спортивной лиги, а Никита Юрьевич о работе по вовлечению земель в хозяйственный оборот, восстановлению лесов, реконструкции подмосковных парков и решению проблем дачников. В формате диалога предприниматели высказали свои предложения. Мои предложения – это, в первую очередь, во всех городах Московской области разработать генеральную схему развития торговой сети с учетом строительства живого фонда. Это даст большое КПД. И второе – это создание региональных кладбищ для домашних животных. Вообще в Московской области этого нет. У нас есть единственное кладбище в Куркино. Особое внимание, конечно, было уделено теме строительства столь необходимого городу Северного обхода – железнодорожные эстакады, которые соединит Дмитровское и Рогачевское шоссе. Я в восторге. Насколько в восторге. То есть по деловому, конкретно, всем понятно. Задачки определены. И большие очень надежды, что они воплотятся в жизнь. Особенно северный обход. Я уже не говорю там про дворовый спорт, про стадион. Это само собой к 2018 году он будет. Но то, что они взяли на себя, будем говорить, обязательства, северный обход к 2017 году – это большого страста. Я готов двумя руками за них голосовать и работать за них в команде. Поддержка, которую оказывают нашему городу Ирина Роднина и Никита Чаплин, имеет большое значение для всех жителей Лобни. Даже если не все знают, благодаря чьим усилиям появилась возможность водить ребенка в новый детский сад или записать в спортивную секцию, каждый горожанин замечает перемены к лучшему. Думаю, что такие встречи, они очень полезны и для нас, и для предпринимателей, и для, конечно, тех людей, которые представляют интересы и в Госдуме, и в законодательном собрании, и на местном уровне. Поэтому очень интересно было, во-первых, очень много информации. Вот я, например, получил много такой информации по поводу развития и города, в частности, вот северный объезд. Задал интересующие меня вопросы, вот то, что касается второй очереди катка. Мне это тоже очень интересно. И я знаю, что это нужно и городу, конечно, в связи с большим количеством населения микроинокатюшек. Поэтому такие встречи, они интересны и должны проходить чаще, я считаю. Лариса Панина, Алексей Бойко, Дарья Рожкова, Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня». Не на русском районе.